Возмущены в основном пенсионеры. На площади Ленина коммунисты собрали тех, кто недоволен платой за капитальный ремонт. Программа рассчитана до 2044 года и знакомиться с ней можно на сайте капремонт 37. Пенсионеры в большинстве своем интернетом не пользуются. Узнать за что платят деньги для них целая проблема. Во-первых, они поторопились с созданием этого фонда. Выглядит это вообще как афера. Во-вторых, если уж создали, объясните людям, куда и как заключить договора. И только после этого давайте платежки. Все логично. На подходе уже третья квитанция. Инвестировать в будущее собственники должны каждый месяц. Люди пожилого возраста до ремонта боятся просто не дожить. Да и платить за что-то авансом от небольшой пенсии мало кому хочется. Есть налоговый кодекс, где ясно написано, что авансовые сборы за непредоставленные услуги не имеют права взыматься. Это налоговый кодекс. Пусть тогда читают. Пусть предоставят нам эту услугу и мы будем платить. Правильно? Вы же не приходите в магазин. Не отдаете деньги и до свидания. Люди помоложе с дополнительной статьей коммунальных расходов смирились. Платят, но не верят. Во-первых, эти деньги уже с нашей инфляцией довольно-таки серьезно обесценятся. Во-вторых, опять же, дополнительные изменения в законодательстве могут привести к тому, что эти деньги просто перейдут на другой счет, на другие цели и, в общем-то, они пропадут в итоге. Также собравшиеся обсудили 2-процентную комиссию на прием коммунальных платежей. Внезапная надбавка в несколько сотен рублей ни одного плательщика не оставила равнодушным. По итогам пикета приняли резолюцию, где отразили все волнующие народ коммунальные вопросы. Документ направят президенту Владимиру Путину, министру Михаилу Меню и губернатору Павлу Конькову.